Алиска, пойдем кушать. Пойдем. Пошли. Пойдем? Идешь к папе? Нет. Почему? Хочу спать. Что? Хочу спать. Это что такое? Ты в 10 вечера такое говори. А не в час дня. Ночь. Наступила ночь. Наступила ночь. Наступил день. Солнышко, вставай. Пойдем. Твоя любимая каша. Нет. Хочу спать. Всем привет. Лиса знакомится с Мишкой. Он закрыл глазки, да? Он спать и лег? Как он это сделал? Спать. О, открыл глазки. Поняла, что он включается и выключается, да? Смотри, открывает глазки. А давай его будем кормить? Будем кормить Мишу? Конечно. Что он кушает? Пананчик. Пананчик? Нет, он мед кушает, Алис. Я сейчас мед тебе дам. Видишь? Давай ему мед кушать. Открывай. Открывай. На, Миша, кушать. Мед. Да почитать, как вообще это делается. А вот тут у него, смотри, Алис, я нашла, у него тут расчесочка еще есть. Смотри, какая расчесочка. Можно Мишу расчесать. Расчесать можно, Миша. Бутылочка такая, видишь? Баночка с медом. Ням-ням, видишь? Вкусный мед. Вкусный мед, Миша. Тебе Алиса дала вкусный мед? Расчесочка. Да, вот так расчеши его. Носик. Лапки. Катик, Катик, мил. Миша, с тобой сегодня спадки будет, да? Спадки. Положишь его спадки? Неси ему подушечку. Вон подушечка, неси. Неси, Миша, подушечку. Миша, подушка. Мишке, подушка. Ой, смотри, он засыпает. Глазки закрыл. И храпит. Он еще и храпит, представляете? Классный. Мы нашли с Алисой новый канал. Нам очень понравились песенки логопедические. Она подпевает. А вот это самая гениальная песенка вообще. Мне так нравится. Я просто сама готова по несколько раз слушать. Такая дикция поставленная. Мишка, машина, полная бензина. Коркала ворона, кар, с черною короной. Лаяла собака, злая забияка. Мяу! Классно, да? Кошечка, кошечка, мяу-мяу-мяу. Коровка, коровка, му-му-му. Челочка, челочка жу-жу-жу. Нравится, да? Стаканчик, стаканчик, динь-динь-динь. Чашечка, чашечка, динь-динь-ди. Палочка, палочка, стук-тук-тук. Полочка, полочка, тук-тук-тук. Ёжик резиновый, тук-тук-тук. И тут ещё сериал какой-то параллельно. Катя весь вечер смотрит. Не, ну не весь вечер, но ещё уроки делала. Я видела английский, что-то ещё. Что ты рисуешь такое? Вино? Не ожидала, что? Я только не ожидала тут увидеть, но не вино. Сама буду попивать. Видишь, про мотоцикл. Всё, уехал, без тебя. Я завтра со мной поехал. Посмотрите, какая у Кости модная причесочка. Я не знаю, вам видно. Пик-моль. Пик-моль, да? Это называется снял шлем. Да, это он в шлеме поехал кататься на мотоцикле. У него теперь как будто так прочесали, как гребень у петуха, да? Ага. Сегодня первый раз прокатился, а ты даже не сняла. Ну, извини, няню в шоке монтировал. Уже закончил. Да, я в первый раз не хотел, а то вдруг бы опять полетел тут у всех. Не хочу. Так я всё, руки помнят, ноги помнят. Всё хорошо. Кручак. Лето будет замечательно. Видите, какой довольный. Да. Пиццу будешь? Катя приготовила. А мне, Катя, там отдельно просто курицу. Да, ты что? Это, что ли, папе, отдельно? Да. Весь теста? Да, так тут тесто тоненькое. Думаешь, потолстеть прям. У Кости вес пошёл вниз, да? Ну, вроде да. Сколько ты сегодня весишь? 101,5. 101,5. А было? Правда, тут дочь пиццу подсуяла. Так ты ж вроде... Спасибо. Ой, что-то я сюда и кашляю, и чихаю. Спасибо. Так это, ты ж был почти 104, да? Да. А ты как-то даже стремительно худеешь, получается. Подожди, ты ж пиццу не ел, она ж тебе курицу отдельно сварила. Я и то, и то умудрился, понимаешь? А теперь сгоняешь, да? Ну, да. Ну, ничего. Смотрите, как лимон спит. Голову под себя заверну. Сегодня мы никуда не выезжали из дома. Уже сидим. Вот тут вот сложили наши запасы еды на полочке. Это сухофрукты, печенье, крупы разные. Там рис, гречка, соль, сахар. Вот. Мука. И, в общем-то, сидим дома. Костя только с утра выехал сам, или где-то тут вышел недалеко. Хлеба купил, булочек. И всё. И мы никуда не лазим. Карантин у нас. Вот так уже будет и дальше. В холодильнике тоже. Катя очень красиво запасы расставила. Кетчуп. Всякие там горошек. Икра кабачковая. Всякие там эти. Рыб накупили всяких. Слушайте, у меня слово «всякий» сегодня слово «поразит». И сколько раз я его сказала. Вот. Ну, я думаю, нам этого очень надолго должно хватить. Теоретически можно было бы даже как-то самим хлеб печь. Но я не умею. Чтобы уже и за хлебом не выходить. И хлебопечки у меня нет. Может быть, даже стоит её купить. Во втором холодильнике у нас в основном запасы овощей, чтобы животных наших кормить. В этом это морозильная камера. Там всякие ягоды. Ещё замороженные компоты варим. Ну, вот как-то так. Честно, я не знаю, что вам сегодня снимать. Лисёнкин только проснулся. У неё был дневной сон. Смотрит опять мультики «Малый шариков». Вот. Сегодня к нам Даша заходила. Они немножко играли. И так, в целом, я няню монтировала. Ничего особенного такого не происходило. Я даже не думала, влог сегодня выкладывает. Но вы просите в комментариях. Что? Что, малыш? Питер. На Алискиной кроватке спит Маха. Ещё и на Алискиной книжечке. Махонька, давай я заберу, а то как-то это негигиенично. Ребёнок играет книжкой, а на нём спит кошка. На ней. На ней. Маха меня без конца и края преследует. Просто за мной ходит хвостиком. Такая стала очень ласковая. Очень много спит. Ну, ждём котяток, одним словом. Наверное, на этом я влог и закончу сегодняшний. Я не знаю, про что ещё снимать. Катя не в форме, Настя не в форме. Все какие-то как сонные мухи. Как-то так. Думаю, надеюсь, завтра будет повеселее. Мы с Катей пойдём в её комнату. Вернее, она сама хочет, но я тоже хочу поучаствовать в её комнату. Уже делать, чтобы она могла там жить. Мы так ещё там ничего не сделали. Ну, а если вам тоже скучно сейчас, вы на карантине тоже дома сидите, как мы, то вы можете поучаствовать в нашем конкурсе. Мы уже через 5-6 дней будем разыгрывать вот эту замечательную приставку PlayStation 4 Pro. Вот, она новая. И ещё у нас будут такие призы, как вот наушники беспроводные Marshall. Тоже очень-очень хорошие. Вот такой пауэрбанк в виде динамита. Очень креативный, классный пауэрбанк. И вот такая колонка. И ещё будут наушнички. И, возможно, ещё какой-то приз мы придумаем. Вот, но самый главный приз – это приставка. Выиграть её можно всего лишь поучаствовав в нашем конкурсе. Для этого нужно смотреть все наши старые видео. Ну, вернее, не все. Можно выборочно. Можно любые вообще. Хоть несколько лет назад, которые на этом канале на Вредина Лайф. И находить места в этих видео, где я Алису называю лисёнком. То есть, вы нашли и вы написали. Такой-то влог на такой-то минуте Лена Алису называла лисёнком. И вот, кто как можно больше таких моментов найдёт, тот, собственно говоря, и победит. И даже если вы их найдёте немного, не 20-30, а, допустим, 7 или 10 этих моментов, то вы тоже имеете шанс победить. Потому что будут выбираться выборочно 20 комментариев. И из них, уже у которого больше, тот и побеждает. Вот. Так что, ну, конечно, если вы напишите очень много, то шансов победить будет, конечно, ещё больше. Можете не один комментарий писать. Можете сколько угодно. Вот. Ну, поскольку на Вредине Лайф комментарии отключают, то писать их надо на канале Хомки. Я вам ссылочку оставлю в описании на конкурс, где надо писать. И указывать свою какую-то соцсеть, там, инстаграм, что-нибудь, чтобы я вас потом нашла, если вы победите. И смогла вам её отправить. Ну что, всем удачи. Я очень надеюсь, что вы поучаствуете и что удача вам улыбнётся. Очень хочу, чтобы приставка нашла именно того, кому очень-очень она нужна. Кто не может себе купить и давно о ней мечтает. На этом всё. Всем пока. Увидимся в новых видео. Или, может, как раз проснулся. Скажи всем пока. А представляете, сейчас возьмёт и скажет. Я тогда в уморок упаду. Скажи всем пока. Всем пока.